Новосибирские ученые научили вакцину бороться с раком. Противоопухолевый препарат, превосходящий зарубежные аналоги, разработали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины, ИХПФМСАРАН и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии ВЕКТОР. Ученые уже давно пытаются применять различные вирусы для борьбы с раком. Сибирякам удалось сконструировать универсальный препарат, способный бороться со широким спектром опухолей. Особенно он эффективен против ракомолочной железы и глиомы. Эксперименты на животных показали, у половины лабораторных испытуемых опухолей исчезли полностью. В чем секрет? Ученые ввели в природный вирус ген лактоптина фрагмент одного из белков грудного молока человека. Интересно, что исследователи изучают свойства компонентов грудного молока более 15 лет. И неожиданно увидели, что оно вызывает явление апоптоза, программируемой смерти, в опухолевых клетках. Кстати, сам термин «апоптоз» происходит от древнегреческого апоптоза «сопадание листьев». Ежедневно в результате апоптоза у нас погибает порядка 50-70 миллиардов клеток. К счастью, строительный материал погибших идет на создание новых клеток, организм постоянно обновляется. В США создан близкий аналог нашей разработки. Российский оказался в разы эффективнее нарушения апоптоза, а точнее его ослабление, считается одной из причин онкологии. Если совсем просто, клетки забывают погибать в срок, начинается их безудержное разрастание, возникает опухоль. Если исправить этот механизм, то рак начнет отступать. Полные надежд ученые приступили к экспериментам. Однако вскоре стало ясно, что применять лактоптин в чистом виде нельзя. Это вещество живет в организме слишком короткое время, отмечает замдиректора по науке ИХПФМ Владимир Рихтер. Минус. Названы три продукта, снижающие риск появления онкологии. Стали искать варианты, как адресно доставить лекарства. Лучшим решением стала упаковка гена лактоптина в вирус Аспавакцины. Фокус в том, что теперь белок убийцы синтезируется непосредственно в раковой клетке, куда проникает вирус. Там он начинает размножаться и по команде гена нарабатывать лактоптин. А через 12 дней после инъекции препарат полностью выводится из организма, оставаясь только в опухоли, где вирус размножается до полного ее уничтожения. Вся геноинженерная часть работы выполнена в центре Вектор. Здесь особо подчеркивают плюсы применения именно вируса Аспавакцины. Его очень долго использовали для прививок. Все побочные реакции изучены вдоль и поперек. Кстати, в США создан близкий аналог нашей разработки. В Векторе его синтезировали и сравнили с нашим при терапии рака молочной железы. Российский оказался в разы эффективнее. Общество здоровья онкология. Как победить рак? Рактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова